Главу Витязь Аэра Виктора Сиротина сняли с должности после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщил глава региона в ходе прямой линии. Генеральный директор авиакомпании Виктор Петрович Сиротин уволен с своего поста. Сейчас, я так понимаю, что еще и заместитель ответственного залета на безопасность тоже проводится расследование, по итогам которых другие тоже будут решения приняты. Губернатор Камчатки подчеркнул, что после авиакатастрофы необходимо сделать важные выводы. Первое – досконально разобраться в причинах обстоятельств. Этим занимаются специалисты. Есть обсуждения, я тоже видел в соцсетях, пилоты комментируют. Предлагаю дождаться официальных данных. Межгосударственный авиационный комитет сейчас расследование проводит. Все обстоятельства уточняются, черные ящики расшифровываются, все публично будет доложено. Трагедия есть трагедия, из нее нужны выводы, нужны комплексные программы, конечно, нужно ее делать, но я знаю, что в том числе и кадровые решения уже приняты. Решение о смене гендиректора авиакомпании должен принять Совет директоров до 17 сентября включительно. Однако его уже озвучили руководителю «Витязь Аэро», который занимал эту должность порядка 10 лет. В ближайшем будущем это будет так. То есть вы еще не уволены? Вы еще являетесь директором «Витязь Аэро»? Сегодня, сегодня, сегодня еще, да. Но решение принято. Собственное, совместное решение на том, что я ухожу в состав генерального директора. Уже решено будет. Напомним, трагедия с вертолетом «Витязь Аэро» произошла 31 августа. Обломки переставшего выходить на связь воздушного судна обнаружили возле горного массива «Вачкажец» недалеко от поселка Николаевка. Четверым членам экипажа и 19 туристам из Камчатского и Пермского краев, Липецкой и Амурской областей, Бурятии, Удмуртии и Москвы, находившимся на борту, выжить не удалось. Еще одна авиакатастрофа с участием Ми-8, принадлежавшей компании «Витязь Аэро», произошла в августе 2021 года. Тогда вертолет упал в Курильское озеро. Восьмерым из 16 человек, находившимся на борту, удалось выжить. Субтитры создавал DimaTorzok